Здравствуйте! Помните известное стихотворение Джани Радари «Чем пахнут ремесла?» Так вот, если бы помимо пекаря, художника, кочегара и многих других он решил указать эту профессию, его стихи, вероятно, звучали бы примерно таким образом. Пахнет он мятной пастой зубной, импортной пломбой, коронкой золотой, мини-имплантами, бинтом и ватой. Пахнет всегда стоматолог «Ребята». Проблемы с зубами у человечества были всегда. Подтверждением этому являются упоминания о болезни зубов и в древних китайских записях, и в египетских, греческих трудах имеются даже целые тома, посвященные болезням зубов и их лечению. В России, что касается развития этой профессии, есть такой факт, что в 1850 году в огромной Москве было всего 23 стоматолога, причем 19 из них иностранцы. Однако со временем зубные врачи в России стали пользоваться большей популярностью, и количество их стало расти. Если вас сегодня пугает одна мысль о зубных врачах, подумайте, каково было нашим предкам, лечившим зубы без всякой анестезии и хирургических инструментов. Еще в прошлом веке зубы удаляли наживую или под действием спиртных напитков, а поражение коренного зуба могло стать смертельным заболеванием. 9 февраля все представители этой профессии отмечают свой профессиональный праздник, принимают поздравления с профессиональным праздником и стоматологи нашего города. И сегодня именно о них мы хотели бы повести речь. А раскроет нам секреты своей профессии врач-стоматолог, терапевт Новочебоксарской городской стоматологической поликлиники Наталья Термышева. Давайте знакомиться. Ее работа – выполнять как лечебные, так и профилактические процедуры. Наиболее часто к ней обращаются пациенты с жалобами на зубную боль. Боль в зубе может иметь различные причины. Задача стоматолога-терапевта – выявить и устранить их. Свою трудовую деятельность Наталья Термышева начала чуть больше 10 лет назад. Училась я в Чувашском государственном университете имени Ульянов в городе Чебоксаре на стоматологическом факультете. И по окончании учебы пришла сюда, в эту поликлинику, работала врачом-интерном. Это было в 2002 году. Потом я начала работать с врачом-стоматологом-терапевтом в отделении терапевтическом. «В нашей профессии лень не подруга. Надо много учиться и много трудиться», – рассказывает Наталья Николаевна. «Страх перед стоматологическим кабинетом – это дань забытому прошлому. Качественно обезболивающее для комфортного лечения – это то, что нужно для особых впечатлительных пациентов», – шутит Наталья Николаевна. А также важен положительный настрой. Что касается личных качеств, то каждый стоматолог должен иметь устойчивую нервную систему. Кроме того, грамотный специалист должен уметь находить общий язык с пациентами всех возрастов. Ну, пациенты вообще очень разные. Этим как бы и интересна моя профессия, что сталкиваюсь я в ходе своей работы с очень разными людьми. Если просто видишь, что человек настроен уже негативно, ему страшно, он боится, сначала, конечно же, нужно поговорить. Настроить, улыбнуться, успокоить. Работать ей нравится, и она нисколько не сожалеет, что выбрала именно эту профессию. Ну, испокон веков работа вообще врача считается благородной профессией. Субтитры сделал DimaTorzok Я когда вижу непосредственно результат своей работы, а это красивые белоснежные улыбки на лицах своих пациентов, естественно, я получаю радость. Это необходимо посещать стоматолога как минимум два раза в год, регулярно проходить осмотры, соблюдать гигиену полости рта, питаться здоровой и полезной пищей. Умелые руки врача способны выполнить революционное преобразование вашей улыбки. Только не забывайте про нас, шутит зубная фея Наталья Термышева. Субтитры сделал DimaTorzok